Как безопасно зарегистрироваться на Амазон? Есть ли разница между регистрацией на Амазон как физлицо, не из США, и как компания США? Как можно сделать много аккаунтов и для чего это нужно? Обо всем об этом поговорим сегодня в деталях. Поехали! Привет! Меня зовут Антон Чехов, я фаундер компании EDIL. Мы занимаемся открытием бизнеса в США уже почти 5 лет и открыли сотни компаний. Мы помогаем запускать бизнес на Амазон от регистрации аккаунта до маркетинговых решений по развитию продаж. Но об этом чуть позже. И по традиции самому внимательному зрителю мы подготовили промокод на скидку на наши услуги. Ищите где-то внутри этого видео. В интернете полно инструкций о том, как зарегистрировать аккаунт продавца на Амазон. Все сводится к тому, что заходим по ссылке, вводим свои данные, отвечаем на стандартные вопросы и получаем возможность продавать. Но давайте поговорим о том, как сделать это все безопасно и с расчетом на будущее, чтобы потом уже не было проблем. Начнем с того, что регистрацию на Амазон нужно сделать из США и регистрировать так называемый американский аккаунт. Американский аккаунт продавца дает как минимум 3 серьезных преимущества и защищает от проблем в будущем. Какие бонусы? Первое. В зависимости от того, в какой нише вы собираетесь торговать, вам могут быть недоступны некоторые из них. Например, неамериканцы не имеют права продавать детские игрушки, пестициды и многие другие товары. Список доступных категорий периодически меняется и затрагивает, как правило, потенциально опасные товары. Если вы продаете в кухонную доску или миксер, это норм. Но если в будущем вы захотите торговать товарами для детей, то вот тут уже возникнет проблема. Вторая причина открывать американский аккаунт – это деньги. По правилам Амазон взимается с иностранных аккаунтов дополнительные 20% НДС с тех услуг, которые вы у него заказываете. Например, я потратил 1000 долларов на рекламу внутри Амазон, это внутренний, называется Pay Per Click, PPC. А вы за такой же объем рекламы заплатите не 1000, а 1300 долларов. Зачем, если на этом можно сэкономить? Ну и третье. Вы должны с самого начала беспокоиться о доверии к вашему аккаунту со стороны саппорта Амазон. Доверие к своим, то есть к американским аккаунтам, намного выше. Саппорт работает по-другому, они намного более доброжелательные и не задают лишних вопросов. По нашим наблюдениям, даже продвижение листингов происходит быстрее у американских аккаунтов, чем у любых иностранных. Вы можете в это верить или можете поспорить, но проверяйте дальше так. Пойдем дальше. Чем принципиально отличается, скажем, аккаунт в виде Кризис ЛНГ от американского аккаунта и как это можно сделать? Начнем с того, что мы уже три года занимаемся регистрацией аккаунтов на Амазон. Под ключи всегда делаем это на американские компании. У нас на сайте idil.ai можно заказать открытие компании для любого жителя планеты в любом штате Соединенных Штатов Америки. У нас самые низкие цены и самый большой состав пакета услуг. Вернемся к отличиям аккаунтов. Американский аккаунт имеет американское энтити, то есть юридическое лицо и налоговый номер. Это как раз ваша компания. Также такой аккаунт имеет американский номер телефона, можете купить за дарма за 3 доллара. Американский адрес, закажите у нас за 125 долларов в любом штате. Американская точка входа в ВДС стоит 10-20 долларов в месяц и, собственно, все. Ваш паспорт может быть при этом любой страны, хоть России, хоть Китая. Но вы являетесь владельцем американской компании и регистрируете американский аккаунт продавца на Амазон. Кстати, у нас никогда не было клиентов из Ирана, Сирии, Северной Кореи. Если у вас был опыт регистрации аккаунтов на таких людей, напишите в комментариях. Но мы никогда с этим не сталкивались. Ну а если при заказе на любую из наших услуг по регистрации компании в США вы ведете промокод DIL, то получите специальную скидку. Мы зафиксировали, что для безопасной регистрации на Амазон нужен номер телефона, e-mail, WDS, компания и последнее банковский реквизит. Мы не рекомендуем использовать Pioner или WISE, так как это не американские платформы системы, но мы рекомендуем использовать Mercury и, соответственно, американский банковский счет. Нам не важно ваше гражданство, главное, чтобы вы не находились на территории Российской Федерации. Если это так, мы поможем вам открыть или Mercury, или счет в любом американском банке. Просто напишите нам об этом, и мы с удовольствием будем рады вам об этом помочь. Этот момент вы также зафиксировали, да, что главное все, что вы указываете при регистрации, должно быть американское. Из всего вышеперечисленного вы можете сделать правильный вывод и сами ответите на вопрос, как зарегистрировать несколько аккаунтов на Амазон для продаж разных групп товаров или по разным отелям. Если не смогли сами ответить, то давайте просто поймем, что у каждого аккаунта должно быть уникальное все, вот абсолютно все уникальное. Даже банковской картой контактное лицо. Одна компания, один телефон, один e-mail и так далее. И все это ведет к одному аккаунту. Один человек может иметь много компаний, но контактное лицо для Амазона должно быть разное. Несколько компаний может иметь один бизнес-адрес, это не проблема, но банковская карта и телефоны должны отличаться. Рассуждайте логично, и все у вас получится. Если нужна будет помощь в регистрации компаний в США и Амазон аккаунта, дайте нам знать. Мы делаем все максимально быстро и с доставкой в ваш e-mail. Если хотите, чтобы мы рассказали о чем-то конкретно, подпишитесь на этот канал и напишите нам в комментариях, о чем вы хотели бы, чтобы мы рассказали. Ну а на связи был Антон Чеков и это компания E-TIL. Мы будем рады вам помочь на любом этапе вашего бизнеса. Подписывайтесь, задавайте к нам вопросы и до новых встреч. Пока. Продолжение следует...